Всем привет, это Регина и сегодня я снимаю свой премартовский холл. Премартовским я его назову, потому что все покупки я совершила вчера и до официального ночи был в февраль на календаре, но совершила их в пользу марта, то есть на те деньги, которые мой супруг выплатил мне в качестве алиментов на ребенка. И, соответственно, на этом все мои мартовские покупки, во всяком случае более-менее крупные, можно считать сделанными, потому что все, что осталось, это деньги на еду. В принципе, не очень много людей смотрят мои видео, но если кто-то посмотрит и испугается, не пугайтесь. Налицо у меня маска от Нотерджина, и так я с ней прям сроднилась, как товарищ новосельцев с лошадью. Мне лень ее снимать, я собираюсь все равно в ближайшее время в душ, поэтому что выросло, то выросло. А во-вторых, должна признаться, что маска это каким-то магическим способом, в принципе, как и красный нос у клоуна, позволяет немножко абстрагироваться от собственной личности. И все-таки попытаюсь я, наверное, в очередной раз начать снимать более-менее связанные видео, потому что от своих собственных потоков сознания я уже чуть-чуть сама успела утомиться, поэтому холл, поэтому маска на лице, и поэтому стутысячная попытка структурировать не только свое сознание, но и способы выражения во внешнем мире. Итак, что же я приобрела вчера? Если начать в хронологическом порядке, то первыми покупками у меня были эзокнижка Рудига Шаха под названием «The Geheime Plan Ihres Lebens», что переводится на русский как «Тайный план вашей жизни». Я очень-очень давно ее хотела и, наконец-то, купила за 9,99. И второй долгожданной покупкой была Vogue On Александра Маккуин. Александра Маккуин, как и Изабелла Блоу, они лично очень близки по духу, и то, что произошло с ними, по ощущениям, мне тоже очень знакомо, поэтому эту книгу я очень давно хотела, эту книгу я наконец-то купила, и эту книгу я буду очень внимательно читать, потому что в отличие от другой моей Coffee Table книги об Александре Маккуине, здесь много текста, здесь много всего интересного прочитаю. Может быть, как-нибудь расскажу. Обещать уже ничего не буду. Следующим по хронологии покупок у меня шла суперская совершенно книга «Сузи Блю» под названием «Mixed Media Girls». Как я узнала из этой книги, Сузи Блю имеет свой канал на YouTube, я обязательно туда загляну, потому что картинки просто суперские. Просто вот я, став полуофициальным НЛП-тренером, почувствовала себе желание как-то оформить то, о чем я буду людям когда-нибудь рассказывать, и вот эти вот арт-работы совершенно потрясающие. Я не знаю, мне очень понравилась эта книга, я тоже долго-долго-долго на нее смотрела и, наконец-то, купила. И прямо честно рада и счастлива, и всем, кто интересуется подобного рода креативом, могу посоветовать, потому что там вот вся-вся-вся техники от начала и прямо до конца очень понятно, очень все от сердца объяснено. Суперкнига стоила она 14,99 и продается в магазине «Айдиа» в Гамбурге, в Европа-пассаже и в Меркадо-центре на Альтоне. В Европа-пассаже в «Айдиа» я купила две буквы, букву «Н» и букву «П» для вариации НЛП, которая понравилась мне очень-очень, которую я просто хочу сделать своей, а именно «Now Let's Play». Букву «Л» мне пришлось докупать на Альтоне, потому что в Европе-пассаже ее не было. Каждая из этих букв стоила 3,49, и они суперские, потому что очень легкие, их будет легко прифигачить на дверь, я уже знаю даже на какую, и будет все классно. Другие буквы «П» немножко тяжелые, но я надеюсь, что тоже не упадет, если взять профессионально эту тезу. Как все это будет выглядеть, я вам когда-нибудь покажу, пока что рано еще что-то обещать. Я уже зарекла сейчас слово. Тоже «Айдиа» в Европе-пассаже. Я приобрела набор каких-то квадратиков, совершенно спонтанно я их приобрела. Они мне очень напомнили детство А, во-вторых, они мне очень, как бы очень захотелось мне поработать над техниками НЛП. И именно, ну вот как в детстве, в детском саду мы очень много делали всяких штуковин. Вот из такой бумаги она похожа чем-то на какой-то вельвет, на какой-то замуж, очень-очень смешной материал, не знаю, как это называется, и вот прямо вот я купила, и вот когда начну сопровождать НЛП «Практика» и «Мастер», прямо вот этими штучками буду оформлять свои работы, потом вам обязательно покажу. Взяла еще набор конвертов, почему-то здесь они, мне кажется, совершенно черными, на самом деле они баклажанного такого цвета. Нет, черных нам не надо, но я надеюсь, все-таки, вот, видно, они отливают баклажаном. В них я буду, 5 конвертов за 1 евро 75 центов, в них я буду складывать свои пожелания на этот год. Каждый конверт будет относиться к одному из разделов моей жизни в конце года. Достану эти бумажки и посмотрим, что выполнилось, что не выполнилось, и потом расскажу вам. Так, хронология. Да, если соблюдать хронологию, то следующей покупкой была княженция Харуки Мураками. Годы, я не знаю, как это называется по-русски, когда люди путешествуют, не знаю, там, в Израиль к стене плача или еще куда-то, это такое путешествие. Они идут в надежде, как бы, достигнуть какого-то просветления или у самой стены, или по дороге, или на обратном пути. И вот это по-немецки называется «Пильган» – «Фаплозен бесцветный гера Тацаки, господин Тацаки». Итак, какое-то там такое путешествие бесцветного гера Тацаки. Мне очень было бы интересно почитать эту книгу в русском переводе. Я обожаю русский перевод «Охота на овец». Я прямо фанат Харуки Мураками еще задолго до Мураками Мани. И, опять же, почитаю, расскажу. В том же магазине на вокзале Альтана я приобрела журнал «Йога Актуэль». Кто интересуется, могу посоветовать. Номер 84. Свежевышедший. Иногда журналы о йоге, мне кажется, слишком эзотеричными. Иногда нет. Вот этот суперский журнал. Мне очень понравился выпуск. Такое нечасто бывает. Он стоил 6,50, что ли, что-то в этом роде. Поэтому для меня целая инвестиция. Но я потратила деньги и не жалею, потому что там реально много чего интересного можно почитать. И last but not least. Ага, да. Царамвонук. The best. Только что прочитала в журнале «Грация», приобретенном сегодня, что хорошей музыкой считается та музыка, которая мешает гладить белье. Цвайра умвонунг. Мне совершенно не мешает гладить белье. И за это я этот проект очень люблю. Я его обожаю. Каждая песня хит. Белье гладится супер. Я себя чувствую абсолютно счастливой. Прощаюсь с вами, но ненадолго. До новых встреч в эфире. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok